Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я разберу рекомендации по развитию ребенка в возрасте от 1 года до 2 лет. В возрасте от 1 года до 2 лет малыш начинает размышлять, соотносить одно с другим, радоваться и печалиться, сострадать и любить. Отсюда совет номер один. Главное в этот период – не гасить интерес. Случайно, нечаянно не загасить этот интерес к окружающему миру. От интереса очень многое зависит. Любопытство, любознательность, стремление играть с большим количеством игрушек и предметов, желание узнать и обдумать – все должно быть замечено взрослыми, должно ими поощряться. Надо организовать жизнь малыша так, чтобы его интерес к миру не угасал. Совет номер два. Игрушки совершенно необходимы, но вовсе не обязательно, чтобы их было много. Главное здесь – разнообразие. При помощи кука, набора посуды, мебели и так далее, ребенок может изображать действия взрослых. При помощи мечей, обруча, машинок, тележек и прочее устраивать подвижные игры. Игрушки для сборки и разборки – сортеры, матрешки, пирамидки, рамки-вкладыши, пазлы, шнуровки и так далее. Это материалы для строительства – конструкторы, кубики, шары, конусы, мозаики. Ну, а также лопатки, ведерки помогут научиться усвоить ряд полезных в будущем навыков. Простые игрушки – самые лучшие. Так считает доктор Бенджамин Спок. Обычно дети чаще всего занимаются простыми игрушками. И поэтому не стоит расстраиваться, если у вас недостаточно средств на дорогие. Например, поезд из кубиков интереснее малышу, чем электрическая железная игрушечная дорога. Да, если он его сломает, и не так страшно. Тем более, что в воде они не тонут. Поэтому могут стать вместо паровозика – корабликом. Полутора годам ребенок с удовольствием кладывает один предмет в другой. Поэтому, как вариант, любимой игрушкой может стать коробка на колесиках. Также интересны малышу обыкновенные мягкие игрушки. Мишки, зайчики, ну и так далее, и тому подобное. Он их кормит, укладывает спать. Занимается другими полезными и интересными для него вещами. Уже на втором году жизни малышу нужны книжки с картинками. Поначалу вы будете рассматривать их вместе, чтобы он хорошо научился с ними обращаться. Повесьте картинки над кроватью ребенка, чтобы просыпаясь он увидел красочные рисунки. Для того, чтобы познание с помощью игрушек было разносторонним, нельзя, чтобы их было большое количество, и чтобы они все сразу попадали на глаза ребенку. Так как они будут быстро приедаться ребенку, быстро надоедать. Игрушки надо менять. Спрячьте несколько игрушек, потом верните их, и они будут через несколько дней восприниматься ребенком как новые. На втором году довольно быстро развиваются действия восприятия и мыслительные действия. Если в рудничковом периоде психическая жизнь малыша носила слитный, нерасчлененный характер, то теперь достаточно отчетливо видно, ваш ребенок значительно более внимательнее обследует предмет, изучает его свойства, решает мыслительные задачи. Например, как взять любимую игрушку с полки. Но пока нельзя выявить отдельные психические процессы – память, внимание, воображение, мышление. Они еще носят непроизвольный характер. В начале второго года жизни ребенок хорошо узнает знакомых и родных людей. Даже если он видел их всего лишь несколько дней, их образ сохраняется в памяти. Также малыш способен вспомнить, что было неделю назад. Он начинает ориентироваться в пространстве, то есть примечает, как и где расположены в предмете в доме, сколько в нем комнат и так далее и тому подобное. Выходя на улицу, он сам может найти место, где постоянно играет. В начале третьего года жизни малыши уже могут найти место, где они живут. И если вы постоянно гуляете недалеко от дома, также может вспоминать отдельные события. Зимой малыш может подробно рассказывать о том, как ездил летом с папой на рыбалку. Разговаривать с малышом о том, что произошло в прошлом и что произойдет в будущем. Мы поедем с тобой на автобусе. Помнишь, как едет автобус? Разговаривая таким образом, вы развиваете его образную память и кругозор. На протяжении второго года жизни ребенок намного дольше занимается игрушками. А если в игру вступают взрослые, то еще дольше. Теперь его трудно оторвать от заинтересовавшего его дела. Занять малыша другим телом, которое не интересует его, также очень сложно. Поэтому надо стараться привлечь ребенка к разным играм, чтобы это было ему полезно и развивало разнопланово. Но заставлять, принуждать нельзя. Ибо можно надолго отбить у малыша интерес заниматься этим делом. В то же время у ребенка начинает складываться воображение. Палочка становится лошадью, стул – машинкой. Но это воображение еще нуждается во внешних предметах. Без них ребенок ничего вообще не вообразить не сможет. Из чего мы делаем вывод, что воображение и восприятие ребенка на втором году жизни развито, но еще недостаточно совершенно. Малышу нужна помощь. Следующий совет – совет номер три. Несколько раз в день включайтесь в игру с ребенком, так как в одиночестве он явно скучает. И игрушки теряют свое назначение. Своевременная же подсказка, даже простое внимание к игре побуждает ребенка к новым действиям. Это помогает его более успешному умственному развитию. Также можно привлекать малыша к несножной работе по дому. Например, протиранию и укладыванию вымытых ложек. И пусть даже это он делает неумело, и ему нужна реальная помощь, и успех его действий не слишком велик, все равно нужно постараться включить малыша в домашнюю работу. Нельзя отгонять ребенка, даже если он будет вам мешать. Выражение «Ты больше выможешься, чем вымоешь». Или «Ты вся испачкайся, уйди». Гасят его интерес и любознательность. Лучше найти приемлемые для малыша действия. Принеси тряпочку, мы вместе вымоем пол. Учите и поширяйте своего ребенка. Постарайтесь отвечать на большинство его вопросов, причем так, чтобы ему было понятно. Совет номер четыре. Даже если вы устали, раздражены, а малыш требует ответа, постарайтесь успокоиться и ответить, либо переключить внимание ребенка на что-то другое. Помните, что ваши ответы развивают пытливость ума, стремление узнать, разобраться, понять. Когда вы отвечаете ему, то даете понять, что объяснить что-либо – это важно и для вас. Задатки будущих разговоров по душам – вот что сейчас представляет собой эти ответы на детские вопросы. Не отталкивайте своего ребенка. Совет номер пять. Предлагайте ребенку игрушки, которые бы обучали его различать предметы по цвету и форме, а также по размеру. Это пирамидки разнообразные, кубики, мячики, ну и так далее и тому подобное. Для младенца размер игрушки и цвет еще не могли иметь никакого значения. К одному году малыш различает цвета, но признаками одного и другого предмета они для него не являются. Поэтому ребенок не обращает внимания на кольца разных цветов. Они пока для него кольца, которые можно катать, надевать на стержень. Для того, чтобы научить малыша ориентироваться в цвете предметов, полезно предлагать выбрать из двух разных по цвету предметов тот, который соответствует образцу. Более сложную задачу представляет следующая игра. Берем два листа различные по цвету бумаги. 20 на 20 сантиметров. Вырезаем в центре треугольник или круг. Вырезанные фигурки даем ребенку в руки. Он должен соответственно цвету вложить фигурки в отверстие. Взрослый сможет назвать цвета. А малыш достаточно, а от малыша достаточно потребовать, чтобы он сказал словами «такой же это цвет» или «другой», так как название цветов ребенок еще не освоил. Цвета всегда необходимо подбирать контрастные. Зеленый, красный, белый, синий. А потом, через некоторое время, подбирать менее контрастные. Желтый, оранжевый. Красный, розовый. Также надо научить малыша различать формы предмета. Круг, овал, квадрат, прямоугольник должны быть не только названы родителями, но и применены в играх. И стараться играть с ребенком в игры, где малыш в одну сторону складывает все предметы, которые представляют собой определенную геометрическую фигуру. Ребенок должен научиться распределять предметы по определенному признаку, в данном случае по форме. Таким же образом надо учить малыша различать размеры предметы. Также, обращаясь с ребенком, взрослые постоянно употребляют слова, которые обозначают свойства предметов. Самые обыденные занятия – еда, одевание, умывание – несут много сведений. Надо научить малыша сравнивать предметы. Например, смотри, какой большой носок у папы и какой маленький у тебя. Когда вы идете на прогулку, обращайте внимание на явления природы. Снег и дождь, песок и трава, солнце и облака – все вокруг должно стать предметом разговора для вас. Совет номер шесть. Продолжайте петь малышу песенки. Слушайте вместе с ним музыку. Этим вы разовьете музыкальный слух ребенка, а в плане эмоционального контакта подобное вообще неоценимо. Седьмой совет. Хвалите ребенка за то, что у него получается. На втором году жизни ребенок учится видеть мир мыслей, а также усваивает, что считается хорошим, а что плохим. И импульсивность малыша начинает подчиняться правилам, установленным вами. Вот почему важно, чтобы у малыша преобразовали положительные эмоции – радость, сочувствие, доверие, а отрицательные были временными, проходящими. Когда вы его хвалите, это поведение становится привлекательным для малыша и желательным для вас. Рядом с похвалой находится и порицание. Но малыш ярче испытывает чувство радости, чем огорчения. Скоро он научится понимать ваше недовольство, огорчение, досаду. Но помните, что малыш может глубоко переживать чувство стыда и впоследствии в депрессию. Будьте осторожны с порицанием. Для ребенка это бывает слишком трудно. Он еще не способен постоянно контролировать свои поступки и соблазн сильнее. Съесть конфет, получить игрушку, то есть запретное. Поэтому иногда лучше объяснять, поговорить, отвлечь, но не ругать и не стыдить. Совет номер восемь. Малыш должен видеть, как проявляют сочувствие члены семьи друг к другу. И он должен сам участвовать в сочувствии. Мама порезала пальчик ножом. Пожалейте ее. Пусть ее жалеет и папа, и сам малыш. Папа прилег отдохнуть после ночной смены. Не шумит ни мама, ни мальчик, ни ребенок. Никто не шумит. Малыш быстро заряжается чувствами других. Замечено, что в 2-3 года он перенимает поведение и манеру общения взрослых. Резкие, раздражительные слова, резкая интонация во время разговора взрослых с ребенком, окрики, молчания. Быстро передаются только зарождающей сознательной личности, а остаются подсознанием на всю жизнь. Поэтому, если вы хотите привить ребенку хорошие манеры, проанализируйте свое поведение. Замечено, что малыш сначала проявляет свои впечатления в игре. Грубо общается с куклой, кричит на мишку и так далее. А потом переходит на окружающих его людей. Поэтому, не боясь повториться, напоминаю. Воспитывайте в малыше положительные эмоции в широком смысле слова. Не забывайте, что этот период – период подражания своим родителям, то есть вам, взрослым людям. По данной тематике написано много книг и защищены десятки диссертаций. Поэтому, что все рассказать в небольшой публикации невозможно. Если вы испытываете сложности, обратитесь к специалисту, обратитесь к психологу. Пишите в комментариях или на электронную почту. И я обязательно вам отвечу. Консультация бесплатна. А чтобы не пропустить очередное видео, не забываем ставить лайк и подписаться на мой канал. Спасибо за внимание.